Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Впервые на татаме в школе единоборств «Лидер» прошло открытое первенство района среди начинающих каратистов. Всего 180 ребят из Клина, Зеленограда и Конакова приехали побороться за титул в своих категориях. Подробности соревнований смотрите далее. Ич! Кер! Ой, други! Ич! Они только делают первые шаги в большом спорте. Кимоно надели всего три месяца назад. И сегодня, пожалуй, самый важный день для начала их спортивной карьеры. Первые соревнования. Я, конечно же, очень рада, что каждый из вас сегодня сможет продемонстрировать уже полученные навыки. Это ваше первое соревнование. Но я уверена, что в вашей жизни их будет настолько много, насколько у этих мальчишек, которые за моей спиной. И нихчонок тоже. Каратэ не просто боевое искусство. Философия. Все боевые команды на японском. Большинство юных каратистов еще даже не ходят в школу. Но главную составляющую спортивного успеха уже знают на зубок. Для того, чтобы выиграть, надо много тренироваться. Перед судьями выступают парами. Оценки за технику кота и кихон. Бесконтактных видов каратэ. До кумите спарринга еще годы тренировок. На соревнованиях организаторы турнира в том числе анализируют работы тренеров и судей. Все судьи молодые. Все судьи – это спортсмены, которые выступают на данный момент. Все мастера спорта, кандидаты мастера спорта, все призеры, чемпионы первенства и чемпионатов России. Самый волнительный момент – оглашение результатов. Новый выброс адреналина для победителей. Первая медаль и первый шаг на пьедестал. Но главное в том, что все участники смогли побороть в себе страх выступления перед большим залом. Выступать очень сложно. А в чем сложно? Потому что все на себя смотрят. В каждой из 17 возрастных категорий свои победители. Золото, серебро и бронзу домой унесли сразу 68 юных спортсменов. Николай Ревенко, Наталья Красавина. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова